А подробнее о прошедших студенческих играх поговорим с председателем комиссии по подготовке к проведению универсиады и вопросом наследия Павлом Ростовцевым. Павлович, здравствуйте. Добрый день. Вот вы, у вас какие впечатления остались от универсиады? Такое положительное. Действительно, я разговаривал с своими друзьями, коллегами, которые находились внутри деревни универсиады, которые пользовались всеми сервисами, транспортом, питанием, объектами. И могу привести несколько примеров, когда, вывод один, мы по качестве организации проведения реально достигли олимпийского уровня. Это именно был олимпийский уровень. Что за примеры? Ну, например, председатель фристайла России, Алексей Николаевич Курашов, вчера мы уже общались, когда я поздравлял с успешным завершением и спортивных, и какие планы у нас на дальнейшее использование, когда, какие соревнования, уже если решение Международной Федерации, когда будут нас в Красноярске, и он говорил, что да, мы реально сегодня здесь, на кластере Сопка провели олимпийские соревнования, ну, в части организации, может быть, не спортивной конкуренции, а в части организации именно по сноуборду, по фристайлу уровня олимпийских игр. Вот очевидно, что вы общались со спортсменами разного уровня и руководителями разного уровня. Какие-то разговоры уже о дальнейших, крупнейших спортивных событиях, которые могут нас в Красноярске стоять, уже идут? Ну, конечно, конечно. Инсайда поделитесь? Ну, я думаю, она такая достаточно не инсайд, а она есть, и вот опять же с Алексеем Николаевичем Курашовым общались и спрашивал мнение его, международных инспекторов, тех людей, которые принимают, влияют на принятие решения на уровне ФИСа по фристайлу и сноуборду, уже есть понимание, что один из, там, порядка трех этапов Кубка мира мы в следующем году можем на нашем кластере Сопка провести. Какой из них это должна сейчас определиться, ну, международная федерация, то есть этап Кубка мира в следующем сезоне, мы на кластере Сопка есть все вероятность, что мы встретим. Через год на том же кластере Сопка возможно, и это уже есть план, есть уже обсуждение, пройдет юношеское перенство по сноуборду и фристайлу, где, на всякий случай, в сегодняшней программе олимпийских игр, сноуборд и фристайл, по-моему, одну пятую медали разыгрываются. Вот на олимпиаду можно замахнуться, как думаете? На олимпиаду? Конечно, можно. Мы показали, что наши возможности очень, очень, очень большие, но олимпиада, конечно, это немножко и другой перечень объектов, это и другого требования, минимальное требование, например, ФИСУ для проведения универсиады и для олимпиады, конечно, они различаются. Но невыполнимых задач для Красноярска крайне. Вот главный итог универсиады, что наша сборная победила с огромным отрывом. Вот второе место команда, она выиграла в 8 раз меньше медалей. Это отражает реальное положение дела в студенческом спорте в мире? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что мы, если мы говорим именно о результатах, то пусть наши друзья-соперники к нам подтягиваются. У нас действительно в каждой сборной, в каждом виде спорта есть большая скамейка запасных, может быть, на таких топовых атлетов, которые бы конкурировали, например, с теми же, там, Йохаук норвежской, или там, Йоханнесом биотлонистом, или Мартеном Фуркадом. Но, тем не менее, вот эта длинная, длинная и большая скамейка запасных позволяет нам показывать такие результаты. Но я бы не стал говорить о том, что конкуренции не было. Опять же, например, в том же фристайле, в том же прыжках, в акробатике были сюрпризы. В сноуборде наш чемпион, двукратный чемпион мира этого года, земляк, к сожалению, остался без медалей. И это говорит о том, что конкуренция была. Мы все были свидетелями, как шла смешанная эстафета в биатлоне, когда там качались-качели с первого на пятое место, перекладывала здесь команды, и конкуренция была. Мы видели, с каким напряжением финальное соревнование, матч по хоккей-шапе проходил. И как японец в последнем дне победил нашу лыжную дружину. Поэтому конкуренция была. Вот мы на протяжении уже нескольких универсиад достаточно уверенно выигрываем. Вот это качество, оно может перейти в качество, в разницу, которую мы должны показывать во взрослом спорте? Безусловно. Безусловно. Потому что вот универсиада всегда открывает новые имена. Это всегда для наших сборных, сборных команд Российской Федерации, основных составов. Это возможность просмотра ближайшего резерва. И, к примеру, те же два биатлониста, которые у нас были победителями, они сегодня включены в состав сборной команды страны на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Швеции. Поэтому, конечно, дальше надо расти. Конечно, надо повышать свое спортивное мастерство. Но универсиада, я уверен, может и должна дать толчок спортивному совершенствованию как ближайшего резерва сборных команд, и так и прежде всего нашим красноярским спортивным школам, спортивным учреждениям. Потому что, поимев такую уникальную материальную базу, мне кажется, должно еще больше как результаты повысить наших красноярских спортсменов, так и массовость должна улучшиться. Потому что приток интерес желающих заниматься спортом после вот этих ярких эмоций, которые мы все получали, стоя на трибунах или сидя на трибунах, я думаю, наших ребятишек сейчас переполняет. Вот для меня такое, ну скажем так, неприятное откровение, что иностранных болельщиков в городе было не так много, как хотелось бы, и как мы ожидали. Ну, кто ожидал? И вот если честно, я, например, для себя тоже, мы проводили работу определенную, чтобы как можно больше гостей к нам приехали, но смотря с чем сравнивать, Олимпийские игры все-таки и универсиады, это два разных по уровню спортивных событий. Если сравнивать с Казанью, ну, во-первых, Казань – это лето, во-вторых, это все-таки летние виды спорта, где гораздо больше видов спорта включено в программу. И она поближе к Москве, и все-таки лететь до Красноярска – это и затратно, и более, ну, и финансово, и организационно. Ну, ну, как есть, так и есть. Но тот факт, что у нас на трибунах, на мероприятиях универсиады более 200 тысяч по официальной уже статистике, по официальной информации от дирекции побывало зрителей, ну, это дорогого стоит. Трибуны, вот, по крайней мере, я на тех мероприятиях был, конечно, в основном на финальных соревнованиях, когда разыгрывались медали, но места практически не было свободных. Это несмотря на то, что рабочие дни, время дневное, трибуны были заполнены. Это очень здорово. Спасибо большое, что к нам пришли. Будем надеяться, что скоро крупнейшие соревнования к нам будут приходить чаще.